Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Неделю назад, 20 марта, я сняла видеоролик, какие сорта капусты нужно сеять уже сейчас. Я предполагала следом за ним сразу же снять продолжение, но так как гриб меня свалил на неделю, и получилось, что у нас вот этот мой видеоролик остался один. И многие, я вот сейчас думаю, могут понять, что, как сказать, я дала рекомендацию прям всем сейчас сеять вот те сорта, которые я сказала. Я сейчас напомню, о чём я говорила. Я говорила, что те сорта, которые имеют длительный вегетационный период, вот как я рассказывала, 150 дней, например, 5 месяцев, если их не высеять в ранние сроки, например, средина марта, конец марта или, в крайнем случае, начало апреля, то эти кочаны не успеют сформироваться, созреть и будут плохо храниться. Вот эти особенно зимние сорта, зимовка, каменная голова, у них длительные вегетационные периоды, их нужно сеять рано. И нужно сеять рано различные скороспилки. Если мы хотим их покушать действительно в июне, вот я сейчас готовлю июньскую. Если хотите покушать раннюю капусту в июне, то сеять её тоже нужно сейчас. Но я хотела снять продолжение, в котором рассказать собиралась, что не каждый может сделать ранний посев. Для этого нужны особые условия, потому что капуста, рассада, вырастет не у каждого. У неё свои характеристики, свои условия она требует от нас. И я сейчас вот начну снимать продолжение и расскажу вам. И вот эти два видеоролика, они должны быть между собой связаны. Кто первую часть посмотрел, обязательно посмотрите продолжение, потому что в одном видеоролике рассказать всё невозможно. Сейчас я ещё не сею. Я сегодня расскажу вот общие требования, обзор. Потому что, видите, я вот только готовлю семена, я вот из пачек их вытаскиваю, чтобы мне было легче. Вот так вот складываю, сейчас в мешочки положу. Я готовлюсь. Я ещё по состоянию здоровья сеять не могу, но хотя бы я приготовлю семена и расскажу вам, кто может посеять капусту рано и получить хорошую рассаду, а кому лучше не браться на ранних сроках. Вот мы привыкли все, что рассаду мы выращиваем дома, в комнатных условиях. Я всегда говорила, что томатам, перцам нужно побольше тепла, побольше света. Но капуста у нас выбивается из общего строя, и в тех же условиях, в которых вы выращиваете томаты и перцы, вы никогда не получите хорошие рассады капусты. Многие годами бьются над рассадой и не могут вырастить. А между тем, придя на рынок, люди видят, что толстая, мощная такая рассада, красивая, с такими жирными крупными листьями, продаётся у торговцев рыночных. Конечно, вам никто не будет рассказывать там секреты выращивания, но у капусты секрет один. Она, в отличие от других своих собратьев, от огурцов, арбузов, перцев и томатов, любит не тепло, а холод. Она противоположность всем остальным. И дома её вырастить очень сложно. Вот та рассада крупная, здоровая, которую вы видите на рынке, она вся выращена в холодных уличных условиях. Или в неотапливаемых теплицах, или просто на грядке под укрытием. В самые ранние сроки. Я сейчас расскажу, как я выращиваю, и расскажу, как можно дома всё-таки вырастить. Вот смотрите, я сейчас, я в прошлом году уже снимала видео, можете найти прошлогоднее видео. Я сею ранние вот эти посевы в неотапливаемую поликарбонатовую теплицу. До того, как я туда буду высаживать перцы и томаты, я успеваю там вырастить рассаду капусты. Просто вскопать землю. Я когда буду делать, я сниму ещё раз. Просто сделать бороздки, пролить водой, посыпать вот эти семена, прям россыпью. Закрыть землёй, полить, закрыть плёнкой, всё. Рассаду капусты выращивать очень просто. Никакого ухода она не требует. Она там набухнет, семечко. Как только появятся первые всходы, вот эти фигурные листики, плёнку снимаете и всё. Всё, вам нужно будет только немножко поливать. Из-за того, что там на улице холодно, рассада получается крепкая. Она не вытягивается. Но что делать тогда тем, у кого нет, вот, например, такой поликарбонатовой теплицы? Есть прошлогоднее видео. Я говорю про прошлогоднее видео, потому что нынче я ещё не снимала, я ещё на улице не садила. Есть прошлогоднее видео про холодный вот этот рассадник. Можно сделать лоток, посеять, выставить куда-то в холодное место, на улицу даже под плёнку. Можно сделать, как я говорила, вкопать ящик в землю. Как только у вас земля растает, верхний слой до такой степени, что можно будет туда что-то зарыть, вкопать. Тот же самый ящик, тот же самый лоток. Пожалуйста, посейте в лоток, вкопайте немного в грунт и прикройте сверху стеклом или плёнкой. Она, может быть, долго не будет сходить, но как только тепло пригреет, она взойдёт и будет крепкой, здоровой, не такой, как на окне. Под дуги. Некоторые высаживают, высевают, вот только верхний слой земли растает, высевают бороздки, делают грядочку такую, потом накрывают дуги, плёнку. И всё, пока холодно, пока минусовые температуры, семечки будут просто лежать в земле. Как только пригреет, они взойдут и вырастет тоже прекрасная рассада. Но это всё уличные варианты. А что делать тем, у кого, например, нет рядом огорода, и ехать на дачный участок ещё нет никакой возможности? Всё-таки можно посеять дома, но, я потом подробно вам расскажу, для этого нужно соблюдать очень-очень холодный режим. Вот смотрите, если для прорастания она ещё 18 градусов терпит, то после того, как она прорастёт, ей нужна сильно низкая температура. Ночные температуры требуют для капусты выдерживать 8-10 градусов всего. Это сложно, конечно, в комнате где-то найти, такие у нас условия. Дневные 15, ночные 8. Это, конечно, очень холодное помещение. Но люди делают так. Сеют небольшой контейнерок, лоток, ставят в холодильник, вот пока они не взойдут. Они взойдут, хотя это, конечно, нонсенс, что выращивать растения в холодильнике. Но для капусты это очень нравится. Как только она взойдёт, выставляют её тогда или на балкон, или на лоджию, на застеклённую. Ну, конечно, не совсем на минус, а вот, ну, чтобы было там плюс 1, плюс 2. Это нормальная для неё температура. Или уж в крайнем случае ставят на окно вот близко-близко к самой холодной вот этой раме. А, как объяснить, да, доходчивее. А чтобы тепло с помещения к ней не поступало, вот ставят какой-то заградительный щит или подвешивают какую-то плёнку, клеёнку, чтобы тепло с нашего помещения, с вашего помещения, туда к ней на подоконник, на окно не шло. Устраивайте ей там как холодную веранду такую вот на окне, чтобы был именно холод. Если не будет холода, если не будет света, рассада, выращенная в домашних условиях, будет очень слабая и хилая. Она будет тянуться, она или упадёт, или чёрная ножка её обязательно захватит. Лучший вариант, это, конечно, выращивание на улице. Ну, можно и дома, вот как я говорила, но надо устраивать ей именно. Находить самое-самое холодное место. Главное для выращивания рассады капусты, это холод и свет. Нет, если не будет света, будет то же самое. Забыла сказать, что если на ранних сроках сеете, вот как сейчас у нас, солнца ещё нет, пасмурно, без досветки капуста тоже не вырастет. Она обязательно у вас вытянется буквально за один день, на второй день она у вас упадёт. Вырастить капусту можно, но нужно только знать. Вот вы должны, если вы начинаете только-только, вы должны знать, что она ни подруга, ни томатом, ни перцем в одинаковых условиях. Вы не сможете вырастить её так же, как остальные теплолюбивые. Ей нужен холод, и если иногда вот даже страшно её выставлять, вот я выставляю в холодную теплицу и оставляю там и на ночь, и всё, этот лоток. Иногда даже страшно, вот потому что она синяя-фиолетовая. Но если этого не делать, если оставить её в тепле, её вообще не будет никакой. Я через два завтра или послезавтра приступлю к посевам вот июньской скороспелой, и зимовки, у которой самый длительный срок хранения. Всё, что я буду как сеять, я, конечно, по ходу работы буду вам рассказывать, показывать. Понемногу хотя бы. Вы первый год вот всё это узнаете, как говорится, намутаете на ус. Что-то получится, что-то не получится, на следующий год измените. Но сразу готовьтесь к тому, что если хотите получить хорошую рассаду, нужно её как-то где-то найти холодное место и выращивать лучше в холоде. Может быть, в более поздний срок уже на улицу посеять. Люди сеют и в лоточек, и в тазик, выставляют её на улицу. Она будет чуть попозже, но она хотя бы будет крепкая и рассада не вытянется. До свидания. Вот это вот была тема такая, как говорится, вторая сторона медали, что сеять сейчас нужно. Если мы хотим рано полакомиться, например, скороспелыми сортами, если мы хотим получить качественный урожай тех сортов, которые на хранение мы будем закладывать, но нужно знать, что не каждый сможет посеять, потому что в тёплом помещении лучше не браться. Особенно вот такие вот капуста брокколи, она очень холодолюбивая. Её сеять можно очень-очень рано, но в тепле тоже лучше не начинать её сеять. А вот исключением может быть только цветная капуста. Вот цветную капусту можно выращивать в тёплых условиях, но обязательно также, чтобы было много света, чтобы густо она не сеялась, не вытягивалась. Капуста, посевы капусты очень подвержены заболеванию чёрной ножки. До свидания. Надеюсь, мой видеоролик вот этот кому-то поможет избежать ошибок. Если у вас нет холодного места в доме, капусту на рассаду рано не сейте.